Всем доброе утро, вы не поверите. У нас 8.40. Яра здесь уже в пакетах. Уже лежит, смотрит, как он там убирается. Ужас! У нас готовка в полную. Тут три руки. Потому что мне сейчас надо поехать сдать ясные анализы и идти за документами в поликлинику. Я надеюсь, что они хоть что-то сделали. Вот такой завтрак я готовлю. Сейчас Андрей должен прийти с работы. Будет в шоке, что яска уже не спит. Но яска, пока мне анализы свои, сдал. Короче говоря, здесь получается хлебушек. Но мне так нравится. Чтобы не маленький порт. Потому что у меня мужчины все добротные, много едят. И по кусочку хлеба они не надоедаются. И я, кстати, нашла такой выход из положения. То есть я нарезаю хлеб, его обжариваю. Но сегодня вот помидоры с колбаской. Бывает, иногда колбаса с сыром. И сейчас я так все залью. Яйца с молоком я сделала. Сейчас это размешаю. И, в принципе, очень такая вкусная вещь получается. То есть как бы бывает, как бы получается на бутерброде яйца. А здесь оно такое все вот, ну, этот, уже хлебушек обжаренный. Только в яичнице. Ну, не знаю, как сам в омлете. Ну, очень-очень вкусно. Реально вкусно получается. Аля у меня вообще, я вчера с Яськой вместе легла. Ну, после нее пришла, когда с ванной, он уже спал. Я рядом легла. Дома сейчас чуть-чуть полежу. И я не видела, ничего не смонтировала, ничего не ставила. Как бы я вот легла и... И сегодня такой, тадам, с прическом. Ну, сейчас мне быстро надо кофе пью. Собираюсь, пока Андрея еще нету. Потому что, чтобы он придет, я уже была готова. И я ухожу. Почти, почти. Сейчас уже почти полдесятого. Короче говоря, Яська не стал спать, естественно. То одно, то второе, то третье. Андрей прошел почти в дерево, без пятки в стих. Но я была постоянно, конечно, абсолютно не готова. Сейчас вот полдесятого. Я бегу, нам полчаса осталось. Анализы у нас до десяти часов только принимают. После десяти они уже не принимают. И надо успеть доехать в поликлинику, чтобы хотя бы еще и сдать заодно вот мне Яськины. Добро! Второй день прям везет подряд. Подхожу и сразу сажусь и постановлюсь. Прикольно. Ну, вчера я продавала, когда же добежала до него. А сегодня я уже вот только подошла, но где я постояла. И я так думаю, успею. Что? Шарики дать? Сегодня тоже день пройден. Вот так вот день просто тупо. Пока я пришла, уже было двенадцать, первый час, наверное, пол первого. Сейчас пол второго. Вот почти час. Пока я его покормила, они... Сейчас, хорошо. Он с Яськой с папой не стал кушать. Сейчас папа пошел спать. Яська не стала с него завтракать. Они просидели. Естественно, пока я пришла, этот начал уже истерика. Вот на руках у меня проёшкался. Какой-то просто замкнутый круг. Сейчас я две секунды расскажу. Но мы сейчас вот теперь только аж в пятницу попадаем на комиссию. Туда на запись комиссии. То есть она записывает понедельник, четверг, пятница. Четверг Андрей на работе. Мика, Яр, пожалуйста, перестань кричать. Спокойнее. Не надо вот эти эмоции. Непонятно. Андрей на работе, Мика на занятиях. То есть опять я с Яськой. Я с ним, конечно, не попроще. Сейчас я не хочу ходить по большим копищам детей. Абсолютно ему сейчас не нужно. Поэтому я даже понятна, ну, Яр, прекратите себя так вести. Когда вот долго без меня, потом у нас такие вот истерики. С утра сегодня 5-11-8-м, вот утра. Так мне заснул. Пока сейчас хочет дуть, но сейчас мы, наверное, под этот сядем в логопедическое занятие. Потом вот эти скультуры, чтобы позже. Потому что он получился очень поздно, только позавтра. Я понимаю, надо было... Но Андрей был явно уставший. Они что-то вроде сидели, кушать никак-то не начали. А уже когда я пришла, этот уже разошелся так, что... Ну, видно, с голодухи. В общем, тоже так свои вот есть косяки. Яр, они... Хорошо, Яр. Типа он считает себя преданным мне. А в итоге, может, ни с кем даже не отказывается кушать. Яр, ну, пожалуйста, обратите внимание, видите, как просто привлекает внимание. Ребенок постоянно, бесконечно. Я начинаю разговаривать, и он тут же начинает вмешиваться, вот, пытаться общаться. Мы сейчас хотим постелить коврик и сесть на полу позанимать. Я хотела у нас за столом, но он типа не, давай вниз, там пробки пихает, чтобы эти буквы подработать. Только сам пытается, но я поэтому думаю, сейчас сяду с ним, уже с ним позанимаюсь. А я что-то бегала-бегала-набегала, сейчас там прокуратура замучила. Сейчас звонят, звонят, то есть вопросы задают. Но такие тоже вопросы немножко, они не то, что каверзные. То есть, как бы, ВПР у вас с 16-го года, а вот рекомендации, например, по велосипеду, там, или по вертикализатору с 18-го. Но вы же не обращались, вы пойдите, напишите. И невозможно понять людям. Я понимаю, человек, который не сталкивался с этой ситуацией, что, а почему вы не идёте, не пишете в этом сет? Ну, то есть, где комиссия, мед. Сейчас я, сейчас я две секунды скажу, медэкспертизу, почему вы не пишете? Я говорю, это потому, что там никто не выпринимает письма наши, там письма не нужны. А почему вы не просите, то есть, в этой медкомиссии? То есть, ЭПР выписывает МСМ, медико-судебная экспертиза. А почему вы тогда не пишете, что вам нужен велосипед? Я говорю, а куда я там буду писать? Я туда прихожу с папкой документов, которые мне уже составили наши поликлиники. Но в поликлинике никто не вписывает этот велосипед, и поэтому у меня не будет переосвидетельствования. У меня нету причин для переосвидетельствования, потому что велосипед не входит в перечень этих реабилитационных средств. И с этой прокуратурой они даже нашли, что вроде перечни он есть, велосипед. В каком перечне? Нам этот перечень никто не показывает. Нам его никто не рассказывает. Нам его никто не говорит. он есть вы пойдете в этом сэр напишите там заявление что вы хотите чтобы вот этот велосипед так как у вас это рекомендовано правда рекомендации у нас 18 типа уже год я объясняю что я сейчас пишу же эти рекомендации беру потому что потому что иначе вообще ничего не получишь я беру уже как для благотворительного фонда они для мс ну ладно вот если они у вас не примут бумаги тогда вы берете отправляете им на почту они опять не принимают у вас и вы у них спрашиваете приходите а почему вот честно говоря вот мне больше нечем заниматься если я сижу с девятилетним извините неходячим ребенком дома кто будет аж мс вот не здесь вот два шага прошел когда хлебный до булочный да это надо ехать через весь город на автобусе не знаю на троллейбусе по троллейбусы не ходят начали даже на такси тратить деньги чтобы с яриком ехать с коляской или как у меня реально нет ни бабушек не дедушек кто будет с ним сидеть искать это мне вот тогда за этот день от 3 2 потом все не пришел после ночи и только будет завтра считаю что вот один день это у нас попадает иногда в этот субботу-воскресенье когда он как-то неделю через две недели то есть в неделю здесь получается день или два максимум когда он бывает дома и попадает на выходные да если это выходные то опять же ничего не работает и сколько надо проходить туда в этот мс чтобы вот это взять эту бумажку я им объясняю что там они не принимают то есть но я приду идиота искаждать его напишу и напишите мне вертикали поскольку идиота мы с этими бумажками туда не ходим мы ходим это в поликлинику нашу я тоже должна прийти по эти педиатры сказать что я хочу переделывать теперь и писать туда вертикали но велосипед и они мне должны дать эту бумагу на то есть они составляют эту комиссию делают эту комиссию внутреннюю ты проходишь комиссию в поликлинике и только после этого идешь уже с этой бумажкой на вот этом с просто получается какой-то вот такая да это крупно причем прокуратуре это все так легко и просто они все это на бумажках они нашли типа здесь ничего то есть так было бы паре по всей россии бы уже все бы на велосипедах ездили дети на никого не дают никому их не выдают и никому их не прописывают это тоже самое вертикализаторное свое время там надо было просто правильно написать вообще чтобы правильно было написано опора для сидений или опора для стояния в другом варианте и и не писали но вот у тебя же сейчас написал не написал за независимый платный центр мне написал что до нужен вертикализатор но это независимые то есть люди пишут и слова вертикализатор чтобы тебе написали и и туда они пишут опора для стояния или опора для сидения по-другому ты не можешь написать на комиссию для мс тебя по-другому они вообще даже не будут рассматривать что такого нет у них но вы же не пишите а как мне написать если мне его не вписывают в таком виде это же приходилось специальным а я почему сейчас начал карточки искать найдите лично не нашла в шестнадцатом году я сама у ортопеда то есть там моя рука вообще я ортопеду пишу что рекомендовано ребенку чтобы получить пока он был маленький что получить эти опоры я своей рукой писала правильные названия только если она будет правильно написано только тогда его впишут ну в общем я просто как бы найти честно его загружу это вот папа была собака он ее любил она съела кусок мяса он ее убил землю закопал и надпись написал что у папа была собака и он ее любит вот это вот то же самое такая же да вот петрушка вот это разговор ни о чем но они от меня и в итоге получается что мы виноваты что мы не ходим и не просим не требуем то есть у нас из получается вроде мы в прокуратуре написали что нам не дают а теперь чтобы почему вам не дают потому что вроде вы как и не просите а у вас есть платные отказы а кто нам платные вообще отказа дает и кто вам платные документы от нас берет в принципе никто нигде ничего никому не должен никто нигде ничего не берет никто никому ничего не дает а тебе говорят что типа а ты же не просишь ты хоть раз подходил типа где бумаги что ты это все спрашивал что-то это узнавал что ты это брал в общем сишка дурак тебя понимаешь я такой убитый расстануть сегодня час дня я просто раз разбито я понимаю что мне потом это вот размещает от ребенка с моим никто не занимается 1 логопедическое занятие столько тысячи рублей я не говорю дефектологи которые у нас даже у нас наш экология есть центр который платным вроде неплохо занимаются ребят но вроде неплохо на это 1000 рублей чтобы это заниматься это надо хотя бы в неделю два-три раза система была то есть два раза меня я сейчас два раз в неделю то 4 6 это 8 занятий то есть это уже 10 пределов 10 тысяч это только один дефектолог в месяц а это же не так что понимаете это надо на постоянке да то есть постоянно а если у тебя всего пенсии то а у нас еще около 5000 лекарства ну то есть как бы да вот бы там заниматься я понимаю что я принципе не ною него я понимаю что поэтому я делаю вот это поэтому вот у меня коробки для сенсорной комнаты грубо говоря вот это тоже мячики кстати я вчера купила мячики еще сейчас не алена посылает у меня вот она увидела что мы с язькой занимаемся молотка вот эти молотки но у нас раньше это было как детская игрушка дала для разработки рук а сейчас у нас это больше для логопедического занятия вот этот нейропсих моторик она в общем типа сказал ударил сказал речь действие рука гаучи горя глаз и звук но вот тройного взаимодействия и вот такие вот мы шарики купили вчера я прямо в этом они такие классные жесткие мягкие тоже в то же время жесткие тоже время мягкие тоже все это наши сенсори сенсорицы вишните эти они двигаются вот так вот вот одной рукой надо работать другой рукой двигать что случилось сейчас будешь дуть то что я понимаю что за 1000 рублей честно говоря когда ребенку было два-три года до я была готова я платила у меня была возможность сейчас эта возможность тоже угасают второй ребенок подрастает который тогда ему было восемь лет ей девять лет могут и это мне столько всего было надо она как-то жила сейчас ей тоже много чего надо вот у нас вот ведь но опять же это все мои весь мои силы мои покусать мне его надо покусать меня чуть-чуть не то и он уже вот такой ручной обнимашки но я пусть они анализы сдала посмотрим теперь что еще у него надо посмотреть и дай бог что все нормально мог быть надо не надо разбираться потому что глазки немножко отечность есть я смотрю пока с носом встает у него так подхрюкивает в этом носу где-то это у нас когда мы хорошо я сейчас мы садимся к нам это по макс вводили нас такая же была фишка я так понимаю напротив сотражных ладно чуть похуже объяснили сейчас я кстати поставила так вот кастрюльку с водой забыла на нас то здесь у меня мука вот такой размешанная и сейчас я хочу сварить ему я реку как клей краску она даже не клей краска много краска просто из муки натуральная для пальцев на рук сейчас для маму крупной моторики для мелко не для мелкой моторики для крупной рот моторики для межполушарных связей как бы да потом сейчас я вот покажу вам что у нас получится то он не должен быть такой он просто должен завариться мне нужно идеально он должен быть все такой с комочками то есть принципе смысл вот в этих комочках что ребенок будет рабов руками держать будет работать руками не просто гладким клеем краски как продаются а именно вот такими разными структурными комочки которые будут подсыхать и ребенок будет потом еще раз этим всем играться на все самое главное чтобы он закипел на как бы за провалился и потом остыл поле этот полностью а я вот так вот с капризной не знаю я его качеством сама разбудила ну я говорю я вот он не поел вовремя теперь капризуха такая капризуха у меня на руках иду 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 мазать тортик будешь делать а что то что то мазать рисовать красками на полу мазать красками которые я сейчас делаю ну давай на полу только на полу на бумаги которая будет на полу то прям на полу макать руками макать а чем кисточкой хорошо кушать что ты будешь тортик все подряд хочется у нас сегодня прям релакс явно голова и голова даже не хочет держаться уже часами так просто мы с ним сидим потом угостили на работе голубика я сейчас я скушу сидела кормила просто ну так сиди держи их немножко развал расслабился просто вообще расслабился никуда она меня завалил голову лежит все значит мама вот ушла чуток 10 часа я ушла и подел что пол первое прошло на 12 до 12 до 20 часа на него вот такой еле дышит сидит все не у яски вот такая вкладка я ему руку не хотите ноги и хотел сначала одеть обувь но я смотрю он так нормально сейчас везде на носке он их не выпрямляет не вытягивает он ведь их наоборот даже по 90 градусов вот выставляет еще посмотрю оттену а руку явите как забинтовала вот так вот решила немножко потому что тонных совсем их не пытается раскручивать выкручивать когда закрутых руки и я нашла наши детские вот такие заготовочки у нас для ручек чтобы он мог но то мы честно я еще делали когда чтобы ползать маленький и вот так вот мог ползать прямо на них на открытые руки ну как то вроде делали потом забраны ярость его характером конечно таким вот вреднючим но если смотрел просто стал руку это этой работой тату скрючила я ему и так вот заблокировала пальцы раскрыла просто следить за пальцами чтобы они не не имели оставались вот так вот занять довольно да все хватит уже столько дом много немножко передышку я без просто полчас передышку да тоже столько долларов надувал и мне вот этот парень вот так вот все раскурежил все поснимал уже практически все весь тут он снял там его сняла снизу видите и здесь руку согнул чтобы с нее снять вот так вот положила я его только вот отвлеклась отошла отойди на 10-15 минут так вот мы целый день и этот и ёшка им все сидит в татарах я его посадила немножко в татарах но в татарах эти хорошо ноги вот на него выпрямленные просто он спина косит потом забывает я подымим выпрямись спинку выпрямись пожалуйста вот и хорошо и сайте куда наху запихивают на свет в ноги засовывает эти макароны нашел чем заняться я ему дала миски ложки у нас вот такие развлекушки все яра позанимался теперь все бросил маму убираю он пошел за мячик мячик и росла дубль 2 обратно пришел сюда тихо не кричи не кричи да тебе еще надо научиться стоять чтобы можно было и не трогать все пошли дальше тина масло папа и сын я ранова передник ну что ну мы проходим все этапы но не дни бы не было у нас это я тебя не сниму не я тебя не снимаю не переживай что зовут откуда у тебя волосы то но с тебя на сыпется ты откуда запечатанного йогурта куча волос может оказаться я руку встал что здесь сидит у меня галочки ждет пока я постель постелю до до уже двенадцатый час спишь там прям там на стульчике будешь спать такой мы снеслась макро уже на рога завтра к нам приедут яра такую 12 часов дня крови брать ой ай 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 чего ты завис короче говоря я реком занялись по полной теперь они все анализы все очень тепло домой ну их прав в принципе все равно надо сдать анализы так что но хотят приехать пускай приезжают что нам поэтому принципе мы не против а зачем яра теперь все в шоке да просто ярко просто так что проверить пускай и мы скоро поедем еще с глазками кстати осмотреться так что это похоже когда уже будет точно куда что как я вам тоже расскажу но как быть его провериться все равно надо да просто я не переживай похудели лицо сразу осунулась ну ладно все мы спать отдыхать завтра новый день новые дела всем спокойной ночи всем пока пока значит не точно подбираешь зачем меня так ломаешь и поднимаются шторы ответа